друзья мои всем большой привет вы находитесь на канале сказочная деревня и меня зовут юля спасибо вам большое за то что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу а сегодняшний видеоролик такой знаете из серии ура каникулы бежала кричала и размахивала дневником мама да наконец-то у нас старший сын он учится по четвертям и с понедельника у него каникулы и вчера вы видели в вчерашнем видеоролике он уехал к бабушке в москву плюс ко всему поле наше сидит дома с соплями и тоже уехала к другой бабушке в москву так что теперь можно сказать что у нас тут прям вот ну полная свобода действий можно делать что хочешь и вообще хочу сказать что это несправедливо когда ты маленький ребенок ты растешь и все спрашиваешь у мамы что тебе можно делать что тебе нельзя и ты скован как-то сказать в своих действиях потом ты вырастаешь у тебя совсем немножко немножко твоей молодости она прям вот такая вот коротенькая который пролетает прям чух и улетела и бац у тебя есть дети и ты опять скован и не можешь делать то что ты хочешь несправедливо придется общем юле ждать наверное пенсию ну что ж на пенсии я наверное развернусь хотя там будут внуки поэтому в общем как-то нужно в общем жить и радоваться каждому моменту пока ты более-менее свободен и сегодня в общем такой видеоролик чем я занимаюсь пока детей дома нет станислав юрьевич он курятник сегодня у нас вычистил и сейчас там дома что-то делает в общем занят дома а я как всегда в своей лаборатории от всех спряталась и занимаюсь всякими своими делами давайте я вам покажу что я делаю что я сегодня рассаживала пробежимся в общем по огороду а потом кое-что интересненькое вам еще покажу ну и начнем мы конечно с георгин значит сегодня я обстригла то что у меня вот здесь наверху проросло в общем которые были чуть побольше такие уже явно перерощенные видите меня все лысо и ничего нет потому что вся зелень вот здесь внизу и знаете я когда сюда приходит когда я прихожу сюда у меня прям такой знаете как это сказать мне иногда спрашивает юля где ты берешь столько энергии вот здесь на самом деле беру я очень люблю запах мокрой земли и зелени знаете иногда бывает вот летом когда дождь пройдет и земля такая влажная и пахнет зеленью и прям таким вот озоном пахнет а еще иногда такой запах зимой особенно летом то он уже более менее так сказать часто бывает да а вот зимой когда ты приходишь в магазине где торгуют цветами в обе например какие-то большие гипермаркеты ну или просто цветочный магазин где именно горшечкой торгуют и там вот пахнет особенно если они недавно полили пахнет мокрой землей зеленью и вот здесь у меня пахнет также и я прям когда я сюда вхожу я прям сначала минут пять прям надышаться не могу мне очень нравится этот запах вот что-то я еще хотел сказать и посему в общем здесь я ловлю свой дзен ковыряюсь потихонечку со своими любимыми георгинами а также рассадой другой но у меня кроме георгин и петуни в общем то больше ничего и нет вот этот ряд это георгины семенные которые есть ролик вот здесь наверху сейчас у вас будет ссылочка можете перейти посмотреть как мы семена я сажал семенные георгины а вон тот угол это петуния петуния у меня вот таким пучками растет это пелагея станиславная пересаживала это так сказать ее грядка я просто присматриваю на время пока ее нет а вот эти контейнеры это то что поле сажала тоже в недавнем видеоролике здесь перчики и помидором ничего пока еще не взошло там немножко пробиваются в одном контейнере помидоры в общем ждем поехали дальше 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 а дальше сегодня я рассаживала свою петунию которая у меня тоже была густо поселена это ампельная петуния она должна такой лавиной цветов как заявлено на производить у производителя прям быть лавиной цветов уж не знаю какая тут у меня будет пол лысая лавина поэтому я посадила погуще хотя на самом деле рекомендовано максимум 2-3 растения на 5 литров грунта я так не делаю потому что юль достаточно криворукая и поэтому я предпочитаю перестраховаться пусть их будет побольше и у меня их достаточно как бы ну так сказать много вот я сегодня рассаживала вот она вот 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 и на этом собственно мои подвешные горшки закончились и ходила я чесала репу что же мне делать поскольку петунии у меня осталось еще много я купила в пакете пакете в котором были не дрожжированные семена просто россыпь их там было просто дофига и получилось в общем я это ампельной петунии много-много ходила чесала репу что же мне делать и кое-что придумала порывшись так сказать сарае обнаружила что у меня еще от московской городской жизни есть вот такие подвесные кашпо раньше у меня росли в них когда мы еще жили в городе у меня росли в них орхидеи но переехав сюда естественно они освободились и пролежали 33 года по моему сарае на стеночке они аккуратненько висели и один раз в прошлом году я пробовал в такой кашпо вот это кокосовая вкладка кокосовый типа волокно кокосовая вкладка я пробовал в такой кашпо посадить петунию в общем вон в то вот я положил мисочку на одну чтобы вода немножко задерживалась насыпал земли посадил петунию петуния в ней растет плохо поскольку места мало вот в этом кокосовом в этой кокосовой вкладке место мало это раз и сохнет она очень сильно это два в общем состоит она из двух частей вот такая вот сетка и вот такая вот бестолковая совершенно вкладка я ничего не придумала что сделать с этой вкладкой наверное отправлю ее в грязь пусть она там гниет а вот эта штучка мне очень пригодится походивши по коровнику по сараю по гаражу и вообще вокруг дома который уже потихонечку начинает оттаять и обнаружила вот такие вот старые пластиковые миски которые свое время покупала до сих пор их покупаю в атаки или ашане и недорогие что-то там в районе 30 или 40 рублей я пользуюсь ими дома когда они уже дырявится или становятся страшники отправляя их так сказать на хоз нужды в общем эти миски валялись у нас по всем углам я нашла такие хорошие три мисочки более-менее так сказать не совсем битые не совсем дырявые и решила что эта миска прекрасно влезет вот в этот самый подвесной подвесной подставку вот но миски были страшные и решила я что не было бы неплохо их разукрасить чтобы они были немножко повеселей и в общем сиделась сегодня полдня занималась так сказать лакокрасочными работами вот это еще так сказать в процессе разукрашивания то есть я уже здесь кое-что намалевала но еще не закончила но есть у меня две миски которые я уже закончила вот такие мисочки я сделала из старых вот этих коровьих или уж не знаю чем там Станислав Юрьевич он ими черпал в общем вот так я их разукрасила отмыть у меня их до конца не получилось я их просто хорошенечко протерла такой тряпкой но отмыть их не получилось потому что они несколько лет провалялись на улице но ничего страшного мне же из них не есть да правильно мы их вот видите у меня такие красивые получились ну я пыталась сделать землянички ну надеюсь что похожи на землянички и вот такие совершенно замечательные божьи коровки очень так веселенько живенько я бы сказала собственно вот и в эти миски я в дни сделаю дырки поставлю их вот в эти подвесные решетки стеклянные и посажу в них питунью на самом деле я вообще люблю рисовать правда люблю что-нибудь красить разукрашивать разрисовывать какие-нибудь строения качели там не знаю колеса в которые сажают георгины и кстати у меня есть задумка сделать летом из колес вот такую штуку вот такие совершенно замечательные чашечки и в общем такую красоту очень себе хочу под посадку либо питунь и либо маленький георгин не знаю как у меня это получится потому что я в принципе теоретически представляю что это ну можно сложить просто колеса разного диаметра красивых разукрасить но для себя еще не могу понять как скрепить между собой эти колеса ведь нужно вырезать верхнюю часть там где маленькая дырочка иначе у вас будет но не пойми что внутри нужно вырезать чтобы как бы они были одной такой стенкой а как их между собой скрепить я еще не придумала но мысля такая есть проблема у меня в том что во первых еще все колеса которые у меня тут скопились за зиму я как хомяках везде собираю наши на монтажах и везде-везде и тащу их сюда проблема у меня в том что они еще не отмерзли еще в снегу и все мокрые я жду не дождусь когда они хоть немножко подсохнут чтобы их можно было сюда же хотя бы по одному притащить привести в порядок и покрасить вот поскольку вчера я забыла заехать в обе сегодня в красках я сильно ограничена и у меня всего три цвета вот опять обманула цвет это у меня оказывается целых пять про черный про желтый я забыла в общем из таких ярких цветов у меня есть голубенький вот розовенький желтый а вон тот зеленый он такой бледный совершенно цвета хаки мы в свое время красили в прошлом году у листанислав юрьевич и есть у меня еще черный цвет ну и собственно вот они все эти цвета кроме желтого желтый мне здесь оказалось покрасить нечего ну и ладно пригодится еще куда-нибудь вот этот самый непонятно зеленый бледный цвет который вот в той баночке в зеленый видите он не пойми что я думаю у них будут зеленые макушки у моих замечательных ягодок но макушки у меня такие белопожухлые ну ладно пускай будет так тоже красиво и еще несколько лет назад ну примерно так когда я начала тут более-менее что-то красить я сделал для себя настоящее открытие которым с вами с вами сейчас тоже поделюсь но вдруг кто-то не знаете кому-то пригодится оказывается сейчас в магазинах так сказать лакокрасочных вот этих всяких прибамбасов не в части держать большое количество цветов а знаете почему потому что все цвета которые вам нужны вы вполне можете намесить себе сами я покупала на разные эмали которые уже готовы бывают желтые зеленые разные бывают цвета такая банка железная стоит недорого рублей 80 наверное уже с готовым цветом но проблема в том что когда ты это и малю красишь держится на тоже только один сезон и за год в общем все что я красила это эмалью в том числе колеса оконные проемы и все прочее в общем от по отвалилась начал хлопьями отваливаться хотя и зачищала я и обезжиривала и что так не делала все равно все начало отваливаться а потом где-то в интернете у одного дизайнера я подсмотрела и она дала подсказку что нужно красить фасадной краской вот что такое фасадная краска я задачилась и пошла в так сказать по магазинам в поисках оной и оказалось что фасадная краска бывает только одного цвета белая других цветов в принципе теоретически не делают но есть очень удобная вещь так называемые колеры они продаются в таких небольших баночках бывают в больших бывают в небольших совершенно цвета могут быть совершенно разные вообще какие угодно там вся палитра мира мне кажется можно купить именно этих колеров то есть выкуп покупаете ведерко белой краски и добавляет сюда тот самый краситель чем больше красители вы добавите тем ярче и насыщеннее будет ваш цвет и вуаля из одного ведра белой краски у вас может быть целая огромная палитра всяких разнообразных баночек скляночек с разными цветами вот собственно как и получилось у меня это остатки была роскошь с роскоши в прошлом году я делала покупала специально эту краску для того чтобы сделать вывеску штендер я рисовала продажи колбаски молочки все прочее который стоит у нас на въезде к нам в поселение так и около дороги и вот у меня осталось вот немножко вот этих вот красок которые которые пролежали разведенные уже цвета разведенные в гараже всю зиму то есть они замерзли сейчас у нас потеплело они в гараже отмерзли я банки забрала поболтала потрясла не чуть-чуть отслоились поболтала потрясла и вуаля я опять могу красить что меня на самом деле приятно удивило я думала что замерзла замерзнув эта краска не будет ложиться не будет ну нормально адекватно сохнуть или что-нибудь в общем с ней будет не то оказалось нет прекрасно она на все ложится и отлично просто красит теперь я как в том анекдоте знаете про незнайку который жил в черном городе в черном подъезде и все у него было черное он сидел с кисточкой думал а что бы мы еще в черный цвет покрасить вот июля так же сидит на улице то красить еще рано думаю чем мне еще покрасить но так чтоб не очень долго но симпатично а вот эти вот мисочки я теперь значит как я уже сказала поставлю их вот эти подвесные железные штуки и повешу их на игровой площадке у пелагеи стени славны сейчас к сожалению у нас там еще снегу выше крыши и грязище все ждали весну а наступила сразу осень потому чтобы мы прям из зимы сразу в грязь в общем не пойду сейчас туда снимать во первых уже на улице нет во вторых там еще пока ничего не понятно но мыслишка у меня все-таки такая есть я вот эти подвесные кашпо посажу сюда разноцветную петуни и вот с такими детскими рисуночками повешу на детское игровое поле где у нее стоят качели песочница летом там же у нас стоит большой бассейн и батут если мы его починим то я все-таки надеюсь что мы его починим то еще и там будет батут батут вообще великое изобретение человечества и очень спасает когда к детям приходят гости в общем вот такие вот лакокрасочные дела у меня сегодня тем более что сегодня понедельник и в общем-то мне никуда никуда сегодня мне не надо и я сижу совершенно спокойно и ковыряюсь цветами и с краской по поводу краски значит хочу сказать что большой минус у нее она достаточно дороговато ну по крайней мере для нас ведро 10 литровое будет стоить в районе там двух с половиной трех тысяч и выше до бесконечности из-за 15 тысяч можно такое ведро купить краски зависимости от качества у нас в районе они вот стоят где-то примерно около трех тысяч за ведро 10 литровая по моему 10 или 12 литров а колеры недорогие примерно там от 30 рублей там до 150 за пузырек но вы имеете ввиду что на конечно 10 литровое ведро если вы например соберетесь покрасить дом вам нужно будет порядка ну наверное пятидесяти пузырьков колера чтобы у вас был более-менее приличный яркий цвет а один пузырек вам даст ну максимум даст вам максимум ну вот 800 граммовая банка вот для такого яркого голубого цвета здесь два пузырька колера но маленьких правда они бывают побольше здесь маленьких два пузырька вот такой вот получается цвет но достаточно яркий и плюс я кстати вам хочу сказать что она долго держится я красила колеса в прошлом году для цветов и дом красил с одной стороны и красила кое-что еще по мелочи такое деревянное вот год уже почти прошел и все прекрасно ничего не облупилась ничего не выцвело и все держится в общем я в восторге от этих введений так сказать в лакокрасочном производстве и меня это приятно удивляет а теперь я бы еще кстати знаете что хотел я бы хотела вернуться так сказать в обратную сторону этого ролика так сказать в начало и кое-что вам показать в хитренького в георгинах заметил я одну такую интересную вещь как начеренковать много георгин если у вас совсем плохенький так сказать клубишок как сделать много черенков помимо того что вырастить кусты нарезать куста кстати сегодня смотрела видеоролик там по-моему турецкий он ну мне кажется что разговаривать на турецком знаете как они сажают георгины у них они вот такие толстые стебли как бамбуковые вот такие они прям эти стебли вот так чик 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 режут обдирают все листочки оставляют два-три вот таких малюсеньких пасынков с узлов и прям эту палку втыкают в землю и таким образом их укореняют я прям думаю господи как же людям вот повезло у них всегда тепло и можно хоть вот такие хоть вот такие бревна черенковать и все растет и цветет завидую я им белой завистью а что же делать нам если вдруг так случилось что совсем плохенький клубишок а много нужно черенков давайте я вам покажу а показывать я вам буду надо на одном из своих подопечных смотрите здесь всего один клубишок один и вот здесь вот он когда рос очень часто клубишки такие у которых ну сказать мало места вот здесь мало корневой шейки они выпускают такой большой и жирный первый побег этот побег мы срезаем но я не срезал его с пяточкой как я вам раньше говорила то есть не отрезала от клубни я срезала и чуть-чуть этого побега вот здесь видите осталось и вот она та самая корневая шейка то есть побег я уже отрезала на самом деле мне кажется я поторопилась и надо было бы его отрезать еще повыше и тогда вот на этом месте у вас бы наросло много много новых побегов видите много 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 шишечек а вот этот товарищ это то что конь не вижу в камеру куда тыква то что я говорил если нет корневой шейки расти ему будет неоткуда но мне говорили нет нет что он сам нарастить и все сделает ни шиша я посадила несколько штук для эксперимента по моему два или три вот они сидят ну не знаю может быть что-нибудь и вылезет и вот здесь такая же тоже штука видите я отрезала а именно с этих же побегов пошли боковые вот здесь вот получилось у него новая корневая шейка и пошло много боковых и таких у меня достаточно много а еще хочу пожаловаться да но не на станислава юрьевича как вы сейчас подумали нет у меня знаете что у меня прям атаковали меня как это называется а-ля земельные мушки но я их так называю может быть у них есть какое-то конечно другое название но по-любому есть я его не знаю в общем это такие маленькие 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 мушки которые живут в земле очень часто в горшечных домашних цветках живут они не кусаются в общем-то человеку они так сказать дискомфорт особо не доставляют но то что они летают здесь меня честно сказать бесит поэтому в общем пошарив в интернете я обнаружила что продаются специальные палочки которые вставляются в землю и в общем этих мух травят в земле но проблема в том что у меня слишком много горшков это мне нужно во все горшки наставлять эти палочки также я знаю что можно значит горелые спички засовывать в землю и типа мушки не любят этот запах и убегут уж не знаю насколько это правда у меня как это как когда-то была такая же проблема когда мы жили в москве завелись эти мушки и какие спички им не помогали спаслась я одним только единственным средством я взяла купила ленту от мух и просто повесила над всеми цветами сверху лента от мух они на них богат они на них кто-то мне кажется стучит они на них налипли и и все и больше и исчезли эти мушки в общем если кто-то знает какой-нибудь способ избавиться от этих мелких мушек расскажите мне пожалуйста либо мне прямой наводки в хозмагазин за лентой от мух ну вот пока я тут жаловалась на мух перескакал станислав юричок он оказывается там в коровник доски таскает подписчики нам порекомендовали в общем прибить посередине балок доску для того чтобы коровьям переднюю ногу подвязать и потяну на ленте подтянуть и на трех ногах она ходить не сможет она брыкаться не брыкается но ходит шаг вперед шаг назад и очень на вечерней дойке будем пробовать если так сказать на трех ногах я помню мы в свое время пробовали примерно то же самое проделать с ромашкой так ромашка на трех ногах вот так прыгала посмотрим догадаетесь дать для этого наши младшие в любом случае ну приучать же как-то нужно будем пробовать и кстати я да разукрасила свою так сказать миску с ромашишками вот такие вот замечательные у меня получились цветочки все миска на посадку моих питуней готова но наверное займусь этим уже завтра потому что темно и скоро пора идти к девчонкам вот вот такое получилось у меня так сказать ролик выходного дня ведь я уже стихами заговорила такой благо красочный огородный надеюсь что вам было интересно и посерплю почерпнули для себя что-нибудь интересненькое здесь и здесь вы увидите еще что-то интересное а вот здесь подписывайтесь на канал пальчиком так тык и подписались всем огромное спасибо за просмотр всех люблю целую и всем пока